Футбольный клуб «Луч Энергия» на домашнем поле принимал воронежский факел. После уверенной победы над участником премьер-лиги, командой «Анжи» от приморцев ждали такого же результата с клубом ИСФНЛ. Несмотря на то, что на протяжении всего матча «Луч» имел территориальное преимущество, реализация у хозяев хромала. Во втором тайме и вовсе «Тигры» стали практически доминировать в плане атаки. Но, увы, никто за всю игру так и не открыл счет 0-0. По большому счету «Луч» не создал таких моментов, которые тянули бы на голевой скариндак. И объективность ради нужно сказать, что и у нас таких моментов не было. Поэтому ничего закономерного, хотя в этой турнирной ситуации, наверное, каждая команда хотела бы получить 3 очка. Я и моя команда, я уверен, что мы хотели победить. Я знаю, что я хочу от себя. Я никогда не буду на поле сничью. И я думаю, что сегодня повезло. То, что мои игроки не выполняли задание, то, что нужно было сделать, чтобы выполняли. И в эту игру мы должны 2-0 победить. «Луч Энергия» после игры опустился на 18-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Приморцы» проведут 30 сентября. У себя дома «Тигры» примут «Ротор Волгоград». Горожане и гости Владивостока приняли участие во втором международном марафоне «Мосты Владивостока». Участники из 18 стран мира боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона рублей. Почти 2000 человек разделились на три главные дистанции – 5, 21 и 42 километра. Как и в прошлый раз, максимальным интересом отметилась дистанция именно в 5 километров. На нее заявилась половина всех участников. Здесь могут относительно подготовленные люди принять участие. Сегодня также стартовали и дети, и люди с ограниченными возможностями. Поэтому это мероприятие объединяет абсолютно все категории людей, все, кто хочет принять участие в здоровом образе жизни и в беге в нашем городе. Стоит отметить, что тройки призеров не отметились сюрпризами. На пьедестал взошли опытные легкоатлеты. Например, марафонскую дистанцию в женской категории выиграла Наталья Сергеева, которая практически повторила прошлогодний результат. 42 километра девушка преодолела за 2 часа 47 минут. А в том же популярном 5-километровом забеге лучшими стали Наталья Власова из «Находки» и Роман Исаев из «Владивостока». «Спартак Приморье» открыл баскетбольный сезон домашним матчем с питерским «Зенитом Фарм». Второй состав знаменитого клуба заметно уступал приморцам по игре. В первой половине хозяева диктовали правила. Красивые перехваты, данки и длинные трехочковые радовали фанатов красно-черных. Приморцы чувствовали себя максимально уверенно. Свою копилку пополнил практически каждый игрок. Самым результативным «Спартаковцем» стал «Бутянковс», заработавший 29 очков. Питерцам, как новичкам Суперлиги, догнать Владивостокский клуб было не под силу. В итоге 96-61 в пользу «Спартака». Следующий матч наша команда проведет на выезде 4 октября против команды «Темп Сумс УГМК». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.